Мы вчера говорили, что заботиться о своём счастье – это не обязанность женщины. Счастье к ней приходит как награда за то, что она делает. Не надо напрямую заботиться о своём счастье в отношении. Это разрушает отношения. Счастье приходит как награда за служение. Итак, в чём обязанность женщины? В том, чего хочет муж. В чём его глубинное, тайное желание в отношении? Но это не значит, что я должна в постель прыгать каждый день. Это не обязанность. Обязанность – это выполнять те его желания, которые соответствуют возможности очиститься. Не оскверниться, а очиститься. Чего хочет муж? Муж хочет питаться хорошей пищей. А хорошая пища означает освященная пища. Приготовленная с молитвой для Бога – это самая лучшая пища. Поэтому обязанностью женщины является готовить чистую, возвышенную пищу для мужа. В полной концентрации внимания. Надо забыть обо всём и готовить ему пищу с молитвой. Читать молитву и готовить с молитвой пищу. Надо изучать, что такое чистая, возвышенная пища. Когда пища не может быть возвышенной. Когда лучше пищу не освещать. Какую пищу можно освещать. Какую лучше освещать. Которую лучше не освещать. Всё это надо изучать. Женщины. Это её прямая обязанность. Следующая обязанность женщины. Она должна понять, что у мужчины есть одна серьёзная слабость. Мужчина теряет себя, если он не имеет поддержки в движении, в ту сторону, где он движется. Понимаете, психика мужчины как паровоз. Вот если паровоз остановить, что с ним произойдёт? Он сгниёт. Мужчину нельзя останавливать. Вот если мужчина приходит, говорит, я с начальником поругался, у меня есть моя правда, у него его, что ты думаешь на эту тему? Жена должна сказать, твоя правда правильная. Я люблю тебя за это. То есть нельзя останавливать паровоз, даже если он не в ту сторону уйдёт. Женщина должна поддержать мужчину в его идеях, интересах и принципах. Но это не значит тупо поддержать, понимаете? Потому что есть способ повернуть паровоз, и он сам будет доволен. Например, одна женщина воспользовалась этим способом, и через два года она привела мужа на лекции. Но он был категорически против лекции. Когда после лекции они подошли, он сказал, я всегда знал, что это хорошие лекции. И по факту сам сюда пришёл. Жена говорит, согласна полностью. Понимаете, жена как ведёт мужа по жизни? Она ведёт так, что она знает одно качество мужчины. Мужчина никогда не будет против жены, если она с ним согласна. Видите, даже если противоречия есть. Вот жена слушает лекции, муж не слушает. Но если муж говорит, эти лекции для дебилов. Она говорит, ну я такая вот, поэтому я их слушаю. Правильно, согласен, всё. Она говорит, у меня знаний не хватает, я хожу. Он говорит, у меня хватает, я не хожу. Он будет мешать ей слушать лекции? А если она скажет, ты сам дебил, потому что не ходишь, тогда она тоже не сможет ходить. Понимаете, о чём я говорю или нет? Что женщина должна всегда рядом с мужем показывать, что его мнение является важным для неё. И тогда, если она так себя ведёт, то она очень сильно помогает мужу развиваться как личность. Вы даже представить себе не можете, как она помогает. Потому что мужчина только прогрессировать может только одним способом. Один способ прогрессировать, это когда жена, согласившись с ним, потом дальше ненавязчиво, как-то ненароком подсказывает ему правильный путь. По факту, жена должна паровоз потихоньку перенаправлять в другую сторону. И когда он поедет прямо в противоположную сторону через два года, то он даже сам не заметит, как это произошло. Женщина, долг женщины направлять мужа в нужную сторону, потому что женщина, у неё открытое сердце, она чувствует истину. А мужчина очень сильно занят движением вперёд. Он не может понять, где истина в полной степени. Ему нужна помощь жены. И помощь такая. Надо принять движение паровоза, не надо его останавливать. Просто можно чуть-чуть подправлять. Как этот вектор изменится? С помощью любви. Понимаете, вам вот в этом заключается секрет. Вы думаете, что вы можете его изменить, воздействуя на него? Нет. Это делается по-другому. Если вы полностью принимаете его вектор, его движение, и при этом живёте так, как надо сами, он будет подтягиваться к вам, не замечая того. Любовь — это самая притягательная сила. Но когда вы давите на мозги мужу, то тогда происходит всё наоборот. То есть вы живёте правильно рядом с ним. Да, вы живёте правильно рядом с ним. И всегда подтверждаете его точку зрения. Приведу пример. Допустим, вы рано встаёте, он поздно. И он всегда над вами смеётся. Говорит, это дура, зачем ты себя лишаешь удовольствия? Вы говорите, я согласна с тобой, что тебе надо высыпаться, а мне надо пораньше вставать, я чувствую. То есть вы его вектор не разрушаете, вы просто с ним соглашаетесь всё время, продолжаете рано вставать. Потом говорит, смотри, я рано начала вставать, я с тобой больше соглашаться стала, больше как бы улучшить себя веду. Значит, мне это помогает? Он говорит, да, тебе помогает. Не факт, что мне помогает. И не думайте, что он так и будет ехать в эту сторону. Это всё не так. Продолжайте идти своим путём. Просто женщина, она всегда не верит, что он повернётся, потому что у неё другая природа. Она не видит, что он уже повернулся, потому что если бы он не повернулся, он бы даже не разрешил вам рано вставать. А если он согласен, это значит, что он уже повернулся. У него уже меняются идеологии, понимаете? То есть вы просто дайте ему возможность ехать, куда он едет. И так как он любит жену, его всё равно любовь перетягивает в эту сторону потихоньку, начинает интересоваться. И когда женщина, допустим, заболела, поздно начала вставать, он говорит, слушай, тебе надо пораньше вставать, потому что тебе это помогает для здоровья. Давай я тебе помогу, как-то вдохновлю тебя. Видите, движется дальше. И не надо говорить, тебе тоже надо рано вставать. Не надо так делать. Это не сдержанность женская. Так нельзя. А если так сказал, надо извиниться потом. Сказать, я просто нервничал, поэтому так сказал. И постепенно к чему он приводит мужчину этот путь? Он приводит к тому, что он думает. Вообще, конечно, мне лучше вставать поздно. Но мне надо понять, почему ей хорошо вставать рано. И поэтому я схожу на лекцию. Если ничего заставляет вести так, то он хочет. То есть не говорите, что ей вставай раньше или что-то, а делать так, как я хочу. А это значит, у вас крайняя степень невыполнения этого принципа, который я сейчас сказал. Крайне запущенная степень невыполнения. Вы не признаете паровоз. Вы не согласны с его движением. И из-за этого он убивает вашу жизнь сейчас. Потому что если паровоз остановить, то произойдет ядерный взрыв. Понятно, да, в чем причина? Вы не согласны с его образом жизни, с его пониманием вещей. И поэтому он вас сейчас душит. Причина – это крайняя степень невыполнения этого принципа вашего. И она идет от крайней степени жесткости сердца вашего. Нет другой причины. Не потому что вы такая духовная, и он вас душит, потому что демон. А потому что у вас крайняя степень жесткости сердца. Вы не можете принять его жизнь. И вы не можете его любить таким, какой он есть. Сестра Шилопурпады всю жизнь рыбу готовила своим мужем. Она повозвышеннее, чем вы в тысячу раз. Понимаете, о чем я говорю или нет? Не обращайте внимания, у нас такие уже внутри конфессиональные беседы пошли. Если женщина находится на достаточно выраженном уровне духовном, можно и такие наставления давать очень твердые. Она принимает и меняется. Но это не значит, что я всем вам такие наставления даю. Каждого человека свой уровень. Она способна принять правду. Она молится каждый день. Итак, смотрите, я говорю самое важное. То есть первое, что самое важное? Это самое важное – уважать мужа. Есть уважение к женщине, уважение к мужчине. Это самый первый главный принцип. Как уважать женщину? Мужчинам, как уважать женщину? У меня жена самая лучшая. Самая лучшая означает самая красивая, самая обаятельная, привлекательная, самая нежная, самая классная. И он должен постоянно ей об этом напоминать своей жене. Ты у меня самая лучшая, самая классная, самая красивая. Я так считаю. Это мое мнение. Она говорит, ну не самая, конечно. Он говорит, нет, самая. Настаивает. Она говорит, ну у меня вот здесь дефект на лице. Да ерунда это все. Понимаете, да, о чем мы говорим? Когда женщина такое отношение видит, она чувствует очень сильное доверие к этому человеку. Она чувствует, что он меня понимает. То есть, ну как бы очень глубокие отношения складываются. Но так себя вести с женой – это аскеза. Потому что мужчина же не видит, что они самые лучшие. И он думает, зачем врать? Это не ложь, это любовь. Если у вас ребенок обкакался и плачет, и говорит, я мама, папочка, я же мужик. Почему я обкакался? Что ему сказать? Да, ты не мужик, ты за серия. Это не любовь. Это не любовь, понимаете? А любовь другая. Он подходит к сыну и говорит, ну ты же не обкакался на самом деле. Мы с тобой напряглись, и у тебя там было что-то, а у меня не было. Поэтому как бы мы напряглись вдвоем, а у тебя вот вышло, а у меня нет. В этом разница. Просто ты напрягся, и оно как-то так получилось. Это случайность. Надо ребенка убедить в другом, понимаете? Это любовь означает. Это любовь. Любовь, в любви не нужна правда. В любви не нужна правда. В любви нужно человека подбодрить, сделать его сильным внутри. Поэтому, когда мужчина женщину любит, он должен ей говорить, ты самая лучшая у меня. А потом что произойдет? Потом что произойдет? А потом он это увидит. Потому что жена может... Женщина, она соткана из любви. Любовь имеет божественную природу. Если мужчина будет достоин, то через нее выйдет эта божественная сила любви. И коснется его сердце. И он тогда увидит, что она самая лучшая для него. И больше это никто не узнает, кроме него и ее. Любовь, понимаете? Это награда. Он получит награду. Если он реально так поклоняется жене, как самой лучшей, то Бог через нее даст эту энергию любви. Настоящую вещь, которая потом будет цениться на очень в отношении. Женщина даже сама не знает, что она может мужу своему подарить, если он правильно к ней относится. Это от нее не зависит. Это просто выходит спонтанно из сердца. Услышали? То есть мужчина, ты у меня самая лучшая. Теперь вопрос к женщинам. А если ваш муж так себя не ведет? То я все равно должна уважать его. В чем заключается уважение к мужчине? Уважение к мужчине означает, что у тебя правильный путь. Ты правильный человек. У тебя правильный путь. Ты разумный. Мне нравится, как ты мыслишь. У тебя правильный путь. Женщины. Уважать учимся. Уважать. Олег Геннадьевич, а если нет, он уже был 17 лет, а он здесь чуть-чуть нет. Ну что делать? Кого уважать? Бога. Бога. Муж всегда есть. Бог – муж. Бог главный в этом мире. Вы не думаете, что стремиться к близкому человеку – это цель человеческой жизни. Человек, который помешан на семейных отношениях, на семье, он сумасшедший просто. Потому что надо быть помешан на духовной жизни. А почему люди теряют себя, потому что они забывают правду Бога, думают, когда мужа дадут. Это безумие. Вот когда человек думает о Боге, какой результат этих мыслей муж появляется. Я сейчас вам приведу один пример, был в истории один мальчик, удивительный мальчик. Есть одна удивительная планета в нашей Вселенной, она стоит выше других всех планет, она называется «Полярная звезда». Её в ведах называют «Друволока». Этой планетой управляет Друва. И там в его подчинении даже время находится. Он даже время не может с ним ничего сделать, оно ему подчинено. Вот этот Друва, он был маленьким мальчиком на земле, ему было всего пять лет. И у отца было две жены. Одна жена родная, мать его, а другая неродная. И у неё был брат. И неродная мать, она была младшей, и муж, и царь её больше любил. Един раз, когда... Но старшая жена была более праведная и религиозная. Когда мальчик сидел на коленях у своего отца, то младшая жена пришла и сказала «Подойди ко мне». Она ничего не сказала царю, она сказала мальчику «Ты не должен сидеть у неё на коленях, ты не заслуживаешь этого». И он сказал «А что мне сделать, чтобы заслужить?» Она говорит «Ты должен родиться моим сыном, должен оставить эту жизнь и родиться моим сыном, чтобы заслужить сидеть на коленях у отца». Тогда Рува пришёл к маме, сказал ей, что такое событие произошло. И она сказала, что «Сынок, ты просто думай о Боге, молись Богу, и Бог поможет тебе восстановить справедливость. Я не способна, потому что он меня не слушает, мой муж». Тогда этот мальчик, он решил, что вот пока он живёт во дворце, он не сможет серьёзно молиться Богу. Он взял, всё оставил ночью и пошёл в лес молиться Богу. Пятилетний мальчик. Пошёл в лес молиться Богу. И он так искренне молился, что к нему пришёл самый возвышенный святой Вселенной, нашей Вселенной, Ардамуни. И он ему рассказал, как правильно молиться Богу. И он его поместил в такую ситуацию, что никто не смог его найти. Его искали всем царством, искали, но никто не мог его найти, потому что он находился под защитой этого святого. И этот мальчик начал совершать суровые аскезы. Сначала он питался просто зеленью, которая там росла, потом только листьями, потом сухими листьями, потом он перестал кушать. И он поддерживал с помощью дыхания, которое, как ему научили, с помощью молитвы, жизнь поддерживал в своём теле. И когда он достиг совершенства, а это ему понадобилось всего шесть месяцев, такой жизни аскетичной, перед ним появился сам Господь. Когда он увидел Господа, он сказал, а он поклонялся Богу с целью вернуть себе расположение Отца и обладать таким же могуществом, как Отец в жизни. Он хотел справедливости, потому что он сын царя был. И когда Бог пришёл к нему, он увидел Господа, когда он сказал, мне больше ничего не надо, кроме того, чтобы служить тебе. Я отказываюсь от своего желания. Тогда Господь ему сказал, ты отказываешься от своего желания, а я всегда выполняю желания тех, кто меня любит. Поэтому ты будешь самым возвышенным правителем в этой вселенной. Никто, даже правитель этой вселенной, будет ниже тебя по рангу. И в следующей жизни он попал вот на эту другую локу. Понимаете? Потом он вернулся в дворец, всё классно у него было, подружился с братом, но он выполнил своё задание в жизни в этом пятилетнем возрасте. Это уникальное событие, и оно занесено вот в эти летописи Священных Писаний. Такое редко происходит, когда маленький мальчик достигает совершенства. Но я для чего вам эту историю рассказал? Чтобы вы поняли, из-за нашей скупости мы не имеем семью. Мы не хотим себя отдать тому, кто нам её может дать. По карме, если не положено, то и не будет. Но если вы скупость победите в своём сердце, означает думать о семье, думать о семье, думать о семье. Это скупость. Думайте о Боге. И у вас будет семья. Это моё благословение. Итак, движемся вперёд. Уважение — это основа. Если нет уважения, до свидания, все остальные обязанности. Нет шансов их выполнить. Женщина должна считать мужчину, что он правильным путём идёт, уважать его. А если он идёт неправильным путём, а женщина точно знает, каким путём мужчина идёт. Даже если он правильным идёт, она всё равно будет его поправлять. Пусть у меня жена на лекции приходит, на мои, и она знает, что у меня есть проблема, что иногда нехорошие слова на лекциях произношу. Она слушает, произношу я нехорошие слова или нет. Лекцию сидит и слушает. Лекция ей не нужна. Она слушает, что я там произношу. Так работает совесть её. Понимаете? Жена всегда видит недостатки в мужа, поправляет их. Но поправлять надо правильно, с любовью. Понятно, да, о чём речь? Надо иметь силу правильно поправлять. Означает сначала признать его путь. Без этого невозможно вообще строить отношения с мужчиной. Невозможно просто. Никаких шансов не будет с ним строить отношения. Так самую важную обязанность вы узнали. Это уважение. Следующая обязанность — это стремиться к верности. То есть стремиться к верности означает идти этим путём, потому что верность — это награда. Женщина должна каждый день пытаться себе говорить, «Это мой человек, тот, с которым я должна жить». А ум ей будет тысячу фактов других ставить. «Ну смотри, у тебя вот это, и это, и это. Ну как это твой? Ну неужели ты недостойна лучшего?» А женщина в молитве должна говорить, «Нет, это мой человек, это тот человек, который мне нужен». И когда она это делает, знаете, что происходит? В это время борются два начала. Одно начало — желание разрушить семью, а другое — сохранить. Обязанностью женщины является сохранить семью. Она должна её сохранить, а не разрушить. Потому что это обязанность перед детьми. Некоторые люди думают, что вот мы разошлись. Почему мы разошлись? А потому что мы несовместимы. Но семья-то не для вас, мои хорошие, была создана. Семья — это домик, в котором живут дети. И когда кто-то из родителей уходит из отношений, у детей возможность близкие отношения в жизни с кем-либо строить в разы уменьшается. Потому что домик становится другой, с искусственной крышей, понимаете? Одна крыша не та, которая была раньше. И может, она и станет нормальной со временем, но ребёнку уже верить в семью будет гораздо труднее. Семья создаётся не для родителей, поэтому ради детей родители должны отношения сохранять и развивать, а не бросать друг друга. Вы скажете, а если неверственный муж, можно жить раздельно. А если он бьёт, а если он калечит всех, можете жить отдельно и молиться за него. А если я молилась уже пять лет и ничего не помогает? Не волнуйтесь, если вы всё делаете правильно, и этот человек неисправим. Бог сто процентов вам даст хорошего мужа, как только вы сдадите свой экзамен. Богу не жалко, понимаете? Он не в торговой лавке сидит. Экзамен сдала, молилась, жила отдельно, верна мужу, всё правильно. Не обязательно ругаться с невежественным человеком. Можно жить не сильно близко общаясь, но считая себя его женой. Верность – неотъемлемая часть победы над судьбой. Мужчина тоже должен быть верным. Верность мужчины означает простую, одну простую вещь. Только одну простую вещь. Терпеть при бабахе жены. Женщина есть, у любой женщины есть только одна проблема в жизни. Самая главная проблема. Она не может управлять своим настроением и своими эмоциями. Ни одна женщина не может. Не найдёте такую женщину, которая может это делать. Ни одна женщина не может. Я даже читал, почитайте Рамайину. Сита – это олицетворение чистейшей женской природы. Это супруга Бога. Рамайина, да, такой эпос исторический. Рамаяна, можно так сказать. Можно сказать Рамайна. Можно сказать Брахман. Можно сказать Брахман. Можно сказать Брамин. Это одно и то же. Разные произношения санскрита просто. Итак, это исторический эпос, в котором показано, что даже сита капризничала. И она, когда Рама пошёл в изгнание, в лес, они одели на себя одежды из коры. И она с собой корзинку с украшениями всё равно взяла. На всякий случай. Есть женская природа. И даже если само олицетворение женской природы так себя ведёт, капризничает и корзинку с украшением с собой берёт, тогда не надо в этом упрекать свою жену. В чём заключается верность мужа? Верность мужа заключается в том... Согласен полностью. Мужик, настоящий мужик. Я ещё не сказал, он уже подтвердил. Верность мужа заключается в том, чтобы всегда быть настоящим петухом. С лекурочки, кудак, что-то надо сидеть спокойно, не дёргаться, показать, что ты настоящий мужик. Женщина нервничает, обижается, капризничает. Мужчина должен оставаться спокойным. Не должен входить с ней в споры, когда она эмоционально неуравновешена. Она что будет делать в это время? Она будет брать за самые слабые и тонкие места мужа и колоть их. Это тоже природа женщины. Мстить. Показать, что я сильнее. То есть, когда политическая ситуация тяжёлая между странами начинается, они друг перед другом сразу учения устраивают. Запланированные за пять лет. Неожиданно, как кажется, что было так запланировано. И там они, самолёты летают, начинают. Ну, просто мстят друг другу, понимаете? Показывают боевую мощь. Так и женщина тоже. Когда муж с ней не согласен, её же оружие, оно тонкую природу имеет, не грубую у женщины. Она его колет. Она помнит все его недостатки. Очень тот же и в сердце. И туда ему воткнуло. И он должен терпеть. А когда мужчина так поступает? Это же не мускайчик. Почему? Он вспоминает, вспоминает до самого начала. А это уже следующая лекция. Особенности отношений в наше время. Будем читать сегодня весь. То, о чём вы говорили тоже. Итак. Уважение, верность. Верность мужчины означает быть как камень рядом с женщиной. Смотрите. Веда сравнивают женщину как река, как поток воды, который течёт в том направлении, в котором несёт судьба. Женщина всегда действует в направлении судьбы. Она не может препятствовать этому направлению. Судьба изменила настроение. Женщина не может войти в старое. Она будет в том настроении, в котором её несёт судьба. Женщину сравнивается с рекой. Это энергия любви. Энергия любви всегда эмоциональна. Она всегда неуправляема. Любовь – это не квадратик, не кубик Рубика. Понимаете? Это лавина. Это энергия неуправляемая, сильная. Женщина находится внутри такой… Внутри женщины любой находится такая энергия. Она может приятно делать или неприятно. Река может мягко очень вдоль берегов идти, ласкать берега. А она может ещё и на поворотах так наваливаться на берега, что она их подмывает. Понимаете? То есть энергия любви, она по-разному действует. Она или течёт спокойно, или как на поворотах заворачивает очень сильно. Веды говорят, мужчина, чтобы он был счастлив в семейной жизни, он должен совершать аскезы. Определение, что такое аскезы. Это добровольное лишение себя комфорта. Просто аскез. Что такое аскез? Добровольное лишение себя комфорта. И надо те аскезы совершать, которые тебе приятны, которые ты имеешь сил. Допустим, если вы склонны качаться, допустим, вот это ваш аскез. Делайте те аскезы, которые вам нравится делать. Не надо делать те аскезы, которые вы не можете делать, не понимаете. Допустим, вам тяжело голодать, это не ваш аскез. Делайте то, что вам нравится. Физически что-то там и так далее. У каждого свои аскезы. Итак, мужчина совершает аскезы. Зачем? Для того, чтобы стать крепким. Не реагировать на эмоции женщины. Берега должны стать крутыми. Когда берега крутые, то у женщины сразу возникает, что какая реакция. Если берега крутые, она на них и не заваливает, потому что не перевалишь. У женщины есть у любой склонность пилить, грызть сук, на котором сидит сама. Это ее природа так работает. Не то, что она потом думает, блин, я сама же разрушила отношения, дура. Потом раскаивается. Но вина также принадлежит мужчине. Он должен знать эту природу женщины. Женщина грызет своего мужа, чтобы он стал крепче, а не для того, чтобы перегрызть его. Она его грызет для того, чтобы он стал крепче. Мужчина должен это понимать. Он должен быть крепким. Так хочет Бог. И поэтому мужчина должен совершать аскезы. Когда женщина его грызет, он должен дышать глубже. Не надо с ней в это время ругаться. Это очень некрасиво. Нет смысла выяснять отношения, когда женщина в нормальном состоянии находится. Бесполезное занятие просто. Есть два типа женщин. Одни эмоции выплескивают наружу на мужчину, когда тот сопротивляется. И эти женщины, они мучают мужчину, но они остаются с ним. Не бросают. Есть вторая категория женщин. Когда мужчина, ну, когда у женщины эмоции, они не набрасываются на мужа с эмоциями, а давят их внутри и терпят. И вот эти женщины бросают. Когда женщина эмоции терпит, она копит яд, с которым потом сама же и ужалит свою собственную семью. Это неправильно. Мужу надо высказывать свои эмоции. Еще лучше, если просто простите все. Это самое лучшее. Это духовный уже вариант решения вопроса. Копить эмоции – это невежество для женщины. Высказывать – это страсть. А простить – это благость. Лучше страсть, чем невежество. Лучше благость, чем страсть. Мужчина должен терпеть. И если у него сила терпения достаточная, то женщина даже не нервничает. Она успокаивается сразу, потому что она видит, когда берег высокий, ничего не сделаешь. Она сразу успокаивается. Если возможности погрызть нету, зубы сломаешь, то и не надо грызть. Женщина так устроена, что если она видит, что муж не реагирует, она и не нервничает. Она нервничает, когда реагирует. Как же тогда? Давай поговорим. Давай пытаться постоянно разговаривать. Если ты не обращаешь на это внимания… На аппликаторах лежали? На аппликаторах лежали? На аппликаторах лежали? Больно? Вначале, да? Потом нормально привыкает. Если не обращаешь такого внимания, то это… Супер, супер. Смотрите, видите, он пошел в тему. Чаще всего люди слушают, просто не обращают внимания на меня. Так слушают, записывают. Он пошел в тему. Олег Геннадьевич, вы че? Он говорит, пойдем поговорим, мой хороший. Это значит, что будет дальше? Операция без наркоза. Вы сказали, что это значит мужчине, что сажать, но как бы… Пофиг. Смотрите, интересно, интересно. Тут разрываются события. Оказывается, мы не знаем, кто такой мужчина просто. Вот смотрите, кто такой мужчина. И мы не знаем, что такое любовь так же. Сейчас мы будем об этом говорить, это важная тема. Вот смотри, кто такой мужчина. Мужчина – это тот, кто не реагирует. Это значит, что ему все равно. Все равно тому мужчине, который реагирует. Мужчина, когда реагирует, что происходит? Это значит, что он хочет просто… Он защищается. Он пытается на самом деле женщину наказать за то, что она его мучает и все. Не то, что он как бы с ней общается. Он просто защищается от нее. И ему на самом деле на нее наплевать. Он сейчас думает только о себе в это время. А когда мужчине не все равно, он знает, что если сейчас с женщиной ругаться, еще хуже будет. Она вообще в такое состояние войдет, что потом 2-3 дня надо будет ее вытаскивать из него. И поэтому он терпит. Он понимает, что слова не помогут, надо просто соглашаться. Она говорит, ты понимаешь, что ты у меня вообще просто жестокий, жестокий, такой холодный, бессердечный человек. Понимаешь или нет? Она ему говорит. Он говорит, пытаясь понять. Она говорит, пытайся лучше. Он говорит, что ты всегда меня выводишь, доводишь до такого состояния, в котором я сейчас нахожусь. Понимаю. Она такая, уже успокаивается на самом деле. Потом, знаете, как конец этого разговора заканчивается? Она как бы ему руки кладет на шею и говорит, ты у меня такой хороший вообще, вот все можешь вытерпеть. И так тебе благодарен. Меня заносит, ты уж не обращай внимания. Он, да, говорит, я стараюсь тоже, да. Все тихо, спокойно. Это значит, что он очень глубокие отношения с женой строит. Потому что глубокие отношения строит не означает... Ей для этого подружек хватает, понимаете? Вы думаете, с женщинами не с кем... Подружке позвонил и часик поговорил. Мужчина не для этого предназначен. Он предназначен для того, чтобы ей спокойно стало, легко. Но если женщина говорит, пожалуйста, объясни мне, я не понимаю, что делать в этой ситуации. Тогда надо сесть. И не с позиции демагогии, знаете, типа... Ну, я тебе уже говорил, ты не слушаешь, блин, дура. Ну, еще раз сейчас попробую. Не так, понимаете? Надо сесть рядом с ней просто и сказать. А что тебе непонятно? Давай разберемся. И вот здесь уже нужно общение. Она говорит, мне вот это непонятно. И вот только на то, что она сказала, прямым текстом отвечаем. Философия не нужна. Она спросила, мне вот это непонятно. Это объяснил. Что еще непонятно? Вот это объяснил. А если начинаешь обобщать, она говорит, я тебе этого не просила. Заканчивается, потому что он в этом диалоге хочет просто наслаждаться. А мужчина как наслаждается в общении с женщиной? Он все обобщает, структурирует и говорит, ну, видишь, ты дура, а я умный. В конечном счете. Результат беседы. А надо просто четко отвечать на ее потребности. Больше ничего не обобщать. Это признак разумности, высокая гора. Когда мужчина так себя ведет, женщина думает, он не досказывает, потому что он очень разумный. Он понимает, что я этого не пойму. Я ему за это тоже благодарен. Она говорит, у меня очень разумный муж такая женщина. Он со мной всегда общается очень спокойно, сколько надо, сдержанно. Понимаете, так любовь проявляется к мужчинам. Не то, что он ей там доказывает, объясняет, я умный, ты дура. Если женщина видит настоящего мужчину, она всегда его считает лучше себя. Это ее природа так считать. А женщина, а мужчина, если видит настоящую женщину, которая правильно себя ведет, он и все, и всегда ее обожествляет. Считает, что она божественна, эта женщина. Каждый должен выполнять свои обязанности, мои хорошие, свои, а не чужие. А хочется выполнять чужие. Мужчина будет гневаться, цучать кулаками, топать и говорить, дура, я работал над собой, выполнялся скезы, терпя, с тобой невозможно, я тебя просто убью. Спокойно, спокойно, расслабьтесь. Потом надо извиняться просто. Когда дурь прошла, надо подойти к жене и сказать, из меня вырвалось просто, прости. Накопилось просто, вырвалось. Я так не считаю на самом деле. И она простит. И женщина точно так же в истерике вошла, начала мужа мучить, посуду бить. Бывает иногда каждого. Потом раскаяние и прощение. Все. Веда объясняет, что гнев, когда он уже начал проявлять себя, практически никто не может остановить. Приводятся примеры даже, что Брахма, это самое главное живое существо в Вселенной, он впадал в гнев тоже. Ну то есть представьте, даже высочайшие святые гневаются. Гнев — это неуправляемая энергия. Бывает праведный гнев, бывает греховный, но в любом случае гнев — это энергия, которую нельзя остановить. Она уменьшить можно, если не контактируешь с источником. Например, смотрите, правило такое. Если человек гневается, не смотрите ему в глаза. А еще лучше найти повод убежать хотя бы на 5-10 минут, потому что гнев, он достигает, да, будет бежать за тобой. Он достигает пика, а потом начинает падать. Допустим, муж начинает гневаться. Ой, я срочно в туалет захотела. И прям закрывайтесь там. Или просто, да, надо, чтобы в какой-то комнате был замок. Если у вас это бывает, вы раз, закрылись, и он начинает стучать, ломать дверь, потом успокаивается, погрызет ее немного, сядет, все, нормально. А надо потом просить прощения, прощать. Да, потому что эта энергия означает гнев, это означает, что... Вот смотрите, сейчас объясню. У человека есть энергия любви. Если человек недостаточно занимается духовной практикой, он не вышел на этот уровень благостного эгоизма, то энергия любви всегда идет вниз. Идет вниз означает надо секса. А понимаете, даже сама идея надо секса не означает, что тебе его в полной степени могут дать, как ты хочешь. Понимаете, даже если ты ему даешь, все равно это не столь настолько, насколько он хочет. И эта энергия неудовлетворенного полового желания, она потом копится и начинает подниматься вверх. Сначала она поражает этот центр солнечного сплетения, человек начинает жрать. Потом дальше она поражает сердце, человек начинает злиться с сердцем, грубо себя вести от сердца, грубые слова говорит. И когда гнев поражает вот этот центр воли, то рассудок теряется, и человек начинает вести себя как безумец. Это все одна и та же энергия, поднимаясь вверх, разрушает жизнь человека. Сначала она разрушает здоровье, потом отношения, и потом она разрушает волю человека полностью. Страшная сила. Но это неизбежно у каждого человека возникает в жизни. Потому что энергия любви, она управляется только святыми людьми в полной степени. Только святой человек постоянно служит, служит, служит Богу и другим. И энергия любви всегда идет вверх, он не беспокоится ни о чем. Как только человек о себе начал думать, энергия любви пошла вниз, увеличивается половое желание, жрать больше хочется, больше хочется квартиру, площадью, и понеслась. Она и так ее много. Вопрос, куда она идет, вверх или вниз. Она у нас в полной степени существует. Жить без любви, без любви не могут люди. Это энергия души, энергия любви. Итак, следующая обязанность женщины соответствует необходимости мужчины отдыхать после его аскез. То есть женщина должна создать в доме атмосферу покоя и отдыха. И это ее природа так делать. То есть она должна чистоту соблюдать в доме, атмосферу покоя и отдыха, чтобы муж приходил, и ему было хорошо в доме, чтобы он отдыхал. Когда муж отдыхает в доме, и у него, естественно, просыпается к женщине сострадание, уважение, теплота, забота, потому что она создает атмосферу отдыха. Теперь, если надо попросить гвоздь забить, один гвоздь в квартире забить, допустим, мужа, надо попросить. Как это можно сделать? Этого надо понять природу мужчины. Мужчина, ему очень трудно реагировать на прямую просьбу, он это чувствует как приказ. Когда его приказывают, он сразу сопротивляется, потому что он может подчиняться приказу старшего только, а жена для мужа не старшая. Разумные мужчины считают жену равной, а неразумные младшей. И так или иначе, как бы, женщины всегда себя старшей считают в отношениях, неразумной. Разумной и равной, а очень разумные, святые и младшей считают в отношениях с мужем. Если женщина считает себя старшей в отношениях с мужем, значит, она неразумная. Если женщина считает равной, значит, разум начал немножко проявляться. Если женщина считает младшей мужа, я ниже мужа стою. Это признак уже духовной силы в женщинах. Когда женщина считает себя младше мужа, муж всегда подчинен ей. Если женщина считает равной, они все решают. Если муж женщина считает старшей, я лучше знаю, тогда муж всегда с ней спорит. Вот смотрите, если вот на петуха, который там орет, пойти боем, битвой, что будет дальше? Или петух погибнет, или победит. Это природа мужчины. Он не может проигрывать. Природа мужчины, он не может проигрывать. Если женщина начала прямым ударом на мужчину пытаться что-то доказать, это значит, что она вызывает его на бой. Он становится петухом в это время. У него заклинивают мозги, он начинает просто орать, стучат башкой, драться, еще что-то и так далее. Есть две причины, почему мужчина бьет женщину. Все причины, обе причины исходят от женщины. Обе. Первая причина. Женщина в силу сквоескупости женской имеет мужа, который очень много, что ей может дать. И она, боясь его потерять, постоянно унижается перед ним и не хочет ему говорить правду, не хочет его воспитывать. Когда женщина таким себя образом ведет, мужчина настолько сильно наглеет, что начинает бить свою жену. И это даже не отрезвляет ее, она продолжает бояться, что он уйдет и терпит его побои. Это очень греховная природа женщины так себя ведет. Признак сильной скупости и жадности, желание иметь от этого человека чего-то. Второй тип женщин, который вызывает мужчина на драку, это женщина, которая никогда не может считать, что мужчина хотя бы равный ей. Она считает себя выше и лучше, что она лучше все знает. Понимаете, глупые женщины, они поддаются на одну провокацию, которая идет из женского сердца. У женщины в сердце очень тонкое чувство истины. Когда это тонкое чувство истины имеет женскую природу, она очень развита. Женщина очень тонко чувствует истину. И когда она чувствует истину, если у нее разум слабый, она не понимает, что может быть она неправильно ее чувствует. И она всегда считает, что она права, такая женщина. Когда муж, допустим, что-то свое говорит, такая женщина сразу, немедленно бросается, как кошка на него, за свои истины. И начинается конфликт, который заканчивается всегда двумя способами. Первый способ. Или мужчина в результате этого конфликта становится униженным, то есть он становится тряпкой, он разрушает свою жизнь, по факту даже портит здоровье. Ну, то есть он самоубийством заканчивает жизнь. Ну, то есть он, на него женщина бросается, как кобра. Не то, что она капризничает, она пытается победить его психически. Она на него кричит, говорит, я права, ты не прав. И мужчина, который как бы отступает, если он духовно не силен, он может стать, как тряпка. И второй вариант. Мужчина идет в бой. А значит, что он дубасит свою жену просто. И это вызывает проклятие с ее стороны. Ну, то есть женщина, которая так себя ведет, она разрушает и себя, и мужа в любом случае. Это безумие страшное для женщины напрямую спорить с мужем. Это безумие страшное. И если женщина так себя ведет, пускай она не обижается, что муж ушел от нее или избил ее. Это результат этого безумия. Женщина никогда напрямую не должна грубо пытаться доказать мужчине, что он не прав. Это вообще неправильно так себя вести. Это грубое нарушение правил отношений, разрушающих отношения полностью. И мужчина такой становится тряпкой. Он может алкоголиком стать, наркоманом, кем угодно. Она разрушает все его благочестие таким поведением. Потому что мужчина в такой ситуации не знает, что ему делать. Потому что нельзя бить жену и нельзя отступать. У него крыша ломается, он не знает, что делать. Потому что если она унижает его там... И понимаете разницу, когда женщина капризничает, когда она нападает, атакует? Она в это время очень жестко себя ведет. Она просто унижает. Он говорит, ты скотина, тебе сейчас устрои. Там, понимаете, то есть она его просто подстрекает. Это очень жесткий стиль. И начинается это все очень безобидно. Муж говорит, слушай, у тебя своя правда, у меня своя. Я вот так считаю. Он говорит, нет, ты должен понимать, как я считаю. И наставит на своем. Все, дальше будет веселая жизнь. Он пси-петухом становится, понимаете? Он орет, петух. Подойдите к нему, попробуйте с ним поразговаривать по-другому. А третьего варианта нет? Есть, это трансцендентный уровень. Мужчина, который на духовной платформе находится, не обращает внимания на жену просто. Он смотрит, что она так себя ведет и просто уходит, и все. Но когда же он, получается, к жене, какое отношение к жене? У него должно быть спокойное отношение к жене. Духовный уровень означает не обращать внимания. Но если мужчина уходит, не среагировал, и он в это время думает, ну и дура у меня, то это тоже нормально. Надо потом просто помолиться и простить ей все. И дальше жить. Вы про два уже сказали, по третий промолчали. В смысле? Ну, вы сказали, что она не только реагировала. Вот, или молотка, или тряпка. Третий — это духовный уровень. Это духовный уровень. Это уже для мужчин. Я промолчал, чтобы женщины поняли опасность такого поведения. В полной степени осознали его, потому что это безысходная ситуация совершенно. А здесь женщина так хочет себя вести. На самом деле она так себя ведет. Знаете, есть одна причина. Это борьба с Богом на самом деле. Потому что есть женская природа, она подчиненная. А есть мужская. Это природа Пуруши или того, кто возглавляет. И женщины, которые атакуют мужчин, они просто против Бога. Они не хотят признавать, что Господь Пуруша имеет мужскую природу. Пуруша означает тот, кто господин. Это божественная природа. То есть мужчина, он как господин себя ведет, потому что Бог его наделяет этой энергией. Это фактически Личность Бога Пуруша. Но женщина, которая сопротивляется мужскому началу, она против Бога идет на самом деле. Это бунт против Бога, понимаете. Такая женщина хочет уничтожить мужское начало по факту. Она не признает, что мужчина всегда будет отстаивать свою точку зрения. Это его природа так делать, даже если он не прав. А женщина должна перестать этим заниматься первое. Да не навязать, не принять, а просто сказать, да, ты правильно все, я, наверное, неправильно. Но это не называется принять. Глупость никогда не оправдана. Вы просто не принимаете его точку зрения. А что вы делаете? Да, вы ведете себя так, как надо, и все. Понимаете, ведическая культура говорит, что человек должен делать так, как надо, а потом он сможет делать так, как надо. Обычная культура говорит, делай так, как хочется. Это неразумная культура. Надо сначала заставлять себя рано утром вставать, потом понравиться. Надо заставлять себя кушать правильно, потом понравиться. Надо заставлять себя соглашаться, потом поймешь зачем. За тем же, чтобы потом вопрос по-своему и решить. Если у женщины, допустим, у женщины есть такое свойство, она не может не решить вопрос. Понимаете, у женщин так работает чувство, что она не может, если вопрос решается не по неё, для неё важный вопрос, она не может так жить вообще, даже жить так не может. И она никогда не может победить в себе это желание. Допустим, у каждой женщины есть свой бзик, у каждой. У одной, допустим, женщина одна не может обойтись без украшений. Другая не может обойтись без тишины, ей нужен покой. Третья не может обойтись без вкусной пищи. Четвертая не может обойтись без того, чтобы у нее с детьми как бы всю-всю-пу-сю, ей нужны дети. Пятая как бы не может обойтись без своего хобби и так далее. У каждой женщины есть зона, в которой она не управляет собой. У каждой женщины своя. И мужчина, когда выбирает себе жену, он должен узнать эту зону и должен подумать, я смогу или нет справиться с этим потоком. И когда в этой зоне начинается конфликт, допустим, жена просит еще одно украшение. Что мужчина должен делать? Он должен сказать, обязательно купим чуть попозже. Сейчас денег нет. Она этого все равно не поймет. Она скажет, ну как нет, есть деньги. Скажет, ну попозже, попозже. Купим, но чуть попозже. Нет, сейчас. И начинается вот эта вот истерика. В это время надо быть скалой. Просто спокойно относиться. Но если женщина начинает говорить, ты не мужик, ты гад такой, я тебя ненавижу, то дальше надо просто уходить. Ну куда-нибудь, есть же мир большой. А если уходить не получается? Морозок, а значит, это значит, что вы не понимаете, что женщина психически сильнее мужчины. В смысле не получается? Вы не понимаете, что женщина сильнее мужчины психически, поэтому у вас не получается. Вы имеете дело с вулканом, понимаете? Женщина это энергия, а мужчина это скала. Я имею в виду, если уходишь, а за тобой идут, убегаешь, а за тобой бегут. Надо стараться убежать. Надо прилагать усилия. Она будет бежать, потому что ей же хочется тебя уколоть в этот момент. Вы сказали, что женщина не может принимать решения, а хочет, чтобы было сделано в приеме. Да, так и есть. Вы сейчас прославили женскую природу или оскорбили? Я не оскорбил, я просто послалил мужскую природу. А, то есть она лучше. Ну давайте поговорим. Итак, эта война между природами никогда не приводит к победе. Мужчина должен прославлять женскую природу, женщину мужскую. Итак, если говорить о психологии, то надо понять такую вещь. Что женщина психически сильнее. И поэтому, когда вулкан пошел, мужчина не должен с ним сражаться, он должен стоять просто. Нейтрально реагировать, ни в ту сторону, ни в другую. Еще мужчина должен понять, что если он философию в этот момент толкает, еще хуже. Вот что женщине не нужно в жизни, это философия. Вообще не нужно. Потому что женщина, она живет сердцем, а не головой. Ей не нужно. И мужчина начинает объяснять. Говорит, мне не надо это все объяснять. Потому что она не понимает, мне мозги напрягаются. Ну, что она от меня хочет? Это какая-то философская мысль идет куда-то. Конкретно скажи, что ты хочешь. Это или то. И все. А вы сейчас сказали, прославили женщину или ее оскорбили? Нет, я просто страшен. И с каким он? Логики, говорит, что у женщины нету? Надо говорить, ничего нету, а что есть? У женщины есть любовь. У мужчины есть логика. Когда мужчина уважает женщину за ее любовь, а женщина уважает мужчину за его логику, наступает гармония. Когда мужчина говорит, у тебя нет логики, а женщина говорит, у тебя нет сердца, наступает разруха. Выберите для себя, каким путем в жизни вы хотите пойти. Выберите сами. Можно идти путем разрухи, противопоставлять женскую природу и мужскую, а можно путем гармонии. И прославлять друг друга за то, что у нас есть. Два варианта. Итак, обязанностью женщины является создать покой, уют в доме. А обязанностью мужчины является помогать женщине в этом. Так, например, женщина, она иногда очень плохо-плохое состояние имеет психическое, она не может с собой справиться. Тогда мужчина должен сам заняться этим покоем. Он должен успокоить свою жену, сказать ей добрые слова. И любовь, запомните, правило номер один. Любовь – это не логика. Любовь – это уступки. И в любви нет стопроцентной правды. В любви есть просто доброта. Часто люди думают, это же неправда, зачем я это буду говорить. Не нужна в любви правда, нужна доброта. Вы приводили пример, что есть больной онкологией, ему не нужна правда. Если он узнает, что он болен, он вообще помрет. У него сердце больное. Надо просто доброта сказать, мы тебя вылечим, у тебя все будет хорошо. Даже если ты видишь, что женщина никогда не сможет быть уравновешенной. Она говорит, я когда-нибудь смогу не капризничать, я так устал от этого. Надо ей сказать, ну ты сейчас почти не капризничаешь. Супер просто, молодец. Все, вот так мужчина должен себя вести. Если мужчина, женщина говорит, тебе что-то, блин, такое выпивоха. Он говорит, какой ты выпивоха? Ты смотри, ты в прошлом месяце три бутылки выпила, в этом только две. У тебя же прогресс идет, ты что? Понятно, как надо себя вести? Нужно поддерживать близкого человека, а не уничтожать его. Это любовь называется. Все остальное это злоба, отсутствие любви. Любовь это аскеза. Вот как сказать мужику, что ты не выпивоха, потому что только две выпил? Очень трудно женщине так сказать. Это надо иметь силу, понимаете? Или мужчине сказать, который каждый день видит капризы жены и мучается от них, сказать ей, да нет, ты не капризная. Любовь это всегда аскеза. Понятно? И эта аскеза рождает счастье и гармонию в семье. Не трудность жизни, а расслабление, облегчение жизни аскеза рождает. Вопреки ожиданиям. Некоторые люди думают, я буду всегда унижен, если мужу сейчас не скажу правду, всегда буду унижен. Это неправильное чувство. Ему не надо следовать. Правильная аскеза всегда дает победу в жизни, а не поражение. Если женщина, допустим, стерпела, смогла и сказала, муж такой смотрит на нее, говорит, ты поняла, что я прав? И что она должна сделать? Да. Если она так сделает, вопреки ожиданиям, она думает, что он теперь еще больше ее будет унижать. Вопреки ожиданиям, что происходит, если она так сделала? Он расслабляется и думает. Или говорит даже. Думает. Ну, я тоже бываю неправ. Или думает так, понимаете. Когда женщина поддалась, то он тоже сдает оружие. Что мужчина отличается от женщины тем, что мужчина, когда женщина его ценит, становится щедрым безмерно. Вот если женщина, допустим, согласилась с его мнением, он становится щедрым настолько, что в конце концов соглашается с ее мнением, хоть оно и противоположное. Вот так работает воспитание мужчины. Она с ним совсем согласна, и он своей щедрости природной начинает думать и делать так, как она хочет. Это правило, которое надо соблюдать. То же самое и наоборот в отношениях женщины. Допустим, если мужчина принял эмоции жены, потерпел, дальше жена для него столько всего сделает, она будет и радоваться ему, и любить его, и обнимать сама, и целовать. Не нужно думать, что из самого человека это не выходит. Если мужчина потерпел, он вытерпел все эмоции жены, то она сама потом будет ему рада. Не надо ее заставлять это делать. Для чего нужны обязанности? Для того, чтобы естественную гармонию в отношениях восстановить. В этом смысл обязанности в семье, а не в том, чтобы мучиться, как некоторые думают. Обязанностью мужа является содержать семью. Когда женщина работает и приносит деньги, эти деньги для нее становятся ядом. Потому что эти деньги имеют очень болезненную природу. Сейчас приведу такой пример. Вот, допустим, нужно купить какую-то дорогую вещь. Не для жены, женщины, не для вас, а просто для семьи. И эту вещь надо покупать, ну, допустим, крышу отремонтировать. И эту крышу надо ремонтировать на ваши деньги, женщины. Не украшения покупать на ваши деньги, а крышу ремонтировать. Продолжение следует...